Кто такой ведущий на свадьбе? Важно понимать, что это главный коммуникатор праздника. Всегда рекомендую встречаться с ведущими лично. При личной встрече оцените возможность вашего ведущего реагировать на неординарные ситуации. Мы живем в современном мире и у каждого из нас есть возможность неординарно встретить своего ведущего, придумать встречу как-то необычно, изначально поставить его в комичную и интересную ситуацию. В условиях современных свадеб не стоит забывать о родителях. Множество молодоженов сегодня стараются забыть всяческие традиции и перейти полностью в западноевропейский формат. Скажу вам откровенно, родителей всегда нужно уважить. Это сделать достаточно просто. Можно включить какие-то минимальные элементы, которые будут приятны им в первую очередь, но не займут много времени и не испортят ваш праздник в целом. Обращайте внимание, чтобы ведущий был всесторонне развитым человеком и мог абсолютно спокойно общаться и с вашими родителями. Вне зависимости от работы свадебного распорядителя, профессиональный шоумен совмещает в себе функции ведущего и координатора праздника в целом, так как именно ведущий берет на себя ответственность синхронизации работы всех элементов праздника. Это и артисты, и активные площадки, и прочие элементы. Свадьба как раз тот вариант торжества, где мы наблюдаем воссоединение поколений. На самом деле в этом нет ничего страшного, ведь мы живем с родителями в одном и том же мире. Ошибочно полагать, что они думают о чем-то одном, а мы совершенно о других вещах. Хороший ведущий знает, как правильно создать коммуникацию между и теми, и другими. В своей работе мне безумно нравится открывать новые горизонты и придумывать что-то новое и необычное. Расскажите мне больше о себе, о том, как вы представляете свой праздник, и наш праздник будет успешным на 100%. И помните, дорогие друзья, что от вашего выбора зависит настроение праздника, который вы задумали. Продолжение следует...